Здравствуйте дорогие мои подписчики и гости моего канала. С вами Фанни Эмес, Жизнь во Франции. Сегодня у нас погода плюс 8 градусов. Со следующей недели у нас начнется потепление. Плюс 11-12 градусов тепла. Солнечная погода, дожди прекратились. Видите, февраль и у нас уже будет, уже весна наступит. В общем, климат совсем поменялся. Климат до невозможности потеплел. У нас во Франции начались пожары. 60 гектаров земли, пожары, пожары, пожары во Франции. И сегодня очень грустная нота землетрясения в Турции и в Сирии. И Россия, как всегда, сломя голову, побежала помогать этим странам. Еще я хотела спросить, дорогие мои друзья, кто живет в России? У вас у всех проведен газ или нет? У нас здесь проведен газ прямо к дому. Газ, электричество, вода. Все проведено. Ну, конечно, под землей, естественно же, да? Не так, как в России, там трубы-трубы везде проводят люди, проводят трубы. Ну, потому что холодно, скорее всего, из-за этого морозы. Сильные морозы зимой. Да, когда-то этот конфликт закончится. Уже заканчивается, скоро закончится. Дед Бидон уже обессилел. Евросоюз обессилел. Вот теперь-то мы и выяснили, какие были военные игрушки в Европе. Бедные европейские страны. Оказалось-то, они даже себя защитить не могут. Представляете? Отправляют последние танки Олаф Шольц и дрожит над этим. А они-то все ржавые уже. С 1970-го, 1980-х годов выпуска информация такая была, что танки Леопарда не два, а танки Леопарда один. С 1967-го года выпуска из завода. Да вы что? Они, наверное, уже заржавели все, стоя в ангаре годами, потому что они не использовали их. Ну вот я такая, видите, такая. Немножко того, немножко того я вам урну. Демонстрации прекратились насчет пенсионного роста, повышения пенсионного роста во Франции. Сегодня 4 часа будет выступать Макрон и министр экономики. Что они скажут, вы найдете в интернете, конечно же, в средствах массовой информации. Ну а что у меня? Я жива-здорова. Выписала через интернет тмин, черный тмин в капсулах. Буду поднимать свой иммунитет, потому что я когда заболела гриппом, у меня понизился сильно иммунитет. Я сильно устаю, не могу долго ходить. Конечно, я хожу, 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 но у меня нет сил потом. Я сильно устаю. Но нужно поднимать иммунитет. Грипп дал осложнение моему организму. Не дай бог, никому не желаю этого, дорогие мои друзья. Слабость, слабость, слабость. Вот через интернет выписала капсулы масла черного тмина. Придет, буду пить утром, вечером. Утром, в обед, вечером. После еды. Или натощак. Ну, не знаю. Посмотрим. Вот такие дела. Паскар смотрит там телевизор. Посмотрит телевизор, потом ноутбуки пороются. Посмотрит там Люи де Финес, Фернанделе, Жерар Депордие, Пьер Дишах. Посмотрит всякие комедии. Другой раз я с ним посижу, посмотрю. Ну, конечно, я сижу в своем ноутбуке. Это вот мое бюро. Но прохладно я сижу в зале. И вот мы там сидим, привлекаемся. Поскольку потише сделай, я там ноутбуки тоже потише сделаю, говорю. И вот так вот находимся в зале. Ну, он так звук уменьшает, конечно же. Ну, что, молодец. Идет мне навстречу. Вот мое бюро. Я сделала в одном из спален. Поставила один стол с выдвижными ящиками. И другой стол. Вот так. И получился маленький уголочек. В моем бюро весы взвешиваются. Для видеокамеры. Подставка. И вот такой вот бюро. Видите? Стол с выдвижными ящиками. Ну, всякие мои безделушки тут стоят. Вот так. Вот такой маленький уголочек. Видите? С ковриком. Раньше я проводила стримы то в зале, то на кухне, то в спальне. И потом решила сделать себе маленькой студию. Такие столы, они дешевые. В этих выдвижных ящиках у меня тетради, большие тетради. Записывать песни. Когда я проводила стримы, я же пила вам. И какие-то заметки, какие-то выписываю, какие-то выражения знаменитых людей. И потом я вам об этом говорю. Вот так жизнь идет. Жизнь продолжается. Видео уже выпускаю не каждый день. Почему-то я устала. Возможно, я устала, когда я доходила до тысячи подписчиков. До тысячи подписчиков, когда я дошла, и четыре тысячи часов, я проводила очень часто стримы. С Паскалем, без Паскаля. Проводила стримы, рассказывала вам о чем-то. Пела вам песни на итальянском языке, на французском языке, на русском языке, на украинском, на белорусском языках. На таджикском языке и на узбекском языке для Азамата. Вспомните? Очень мне нравится песня «Червона Рута». Сейчас немножко вам попою несколько песен на украинском, итальянском, французском и на других языках. Ты признайся мне, звідки в тебе чечарі? Я без тебя все дни упало ни печали. Может, десь у леса ты чарзилля шукала, Солнце Руту знайшла, и меня сжурувала. Червона Руту не шукай вечерами, Ты у мене єдино, тільки ти поверь. Бо твоя врода, тоя чистая вода, тоя быстрая вода, синегир. Бо твоя врода, тоя чистая вода, тоя быстрая вода, синегир. Бо твоя вода, тоя чистая вода, синегир. Бо твоя вода, тоя чистая вода, синегир. Бо твоя вода, тоя чистая вода, синегир. Сиреневый туман над нами проплывает, Над тамбуром горит полночная звезда. Кондуктор не спешит, кондуктор понимает, Что с девушкой я прощаюсь навсегда. Кондуктор не спешит, кондуктор понимает, Что с девушкой я прощаюсь навсегда. Кондуктор не спешит, кондуктор не спешит, кондуктор не спешит. Прости меня этот детский каприз, Прости меня и как раньше вернись. Я очень люблю тебя и не могу без тебя жить, Но всегда тебя обзываю, унижаю. Но все равно вернись ко мне, приот мерею матиэр. Се комса лави, се лави, лави беле, мезами. Ки ле ки ле ки ле ки ле кам ки ле нде, Йо ма е ке ле инде, Са рандем бар рем сене. Ки ле ки ле ки ле ки ле ки ле кам ки ле нде, Йо ма е ке ле инде, Са рандем бар рем сене. Это песня татарская, любовная. А любовь. А любовь. Не покинь меня, не покинь. Ты любовь моя, долгожданная, Не покинь меня, не покинь. Уна матина, ми сон сельвята, А бела чао, бела чао, Бела чао, 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 чао. Уна матина, ми сон сельвята, Йо трувата ле инвазор. У партижану, портами вия, А бела чао, бела чао, Бела чао, 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 чао. У партижану, портами вия, Ки ме е сента де мурир. Унаги муе, да партижану, А бела чао, бела чао, Бела чао, 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 чао,bewля чао, чао. Итальянские партизаны боролись против фашизма. Я могу вам петь бесконечно. Люблю петь песни, дорогие мои друзья. Но некоторые говорят, что у меня медведь на ухо наступил. У меня нет слуха. Оцените меня, как я пою. Но я люблю петь песни, даже если медведь мне на ухо наступил. Писали в комментариях мои злые, зловредные комментаторы. С вами был канал Фанни Месс «Жизнь во Франции». Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Я буду вам очень-очень рада. Хотя мне говорили, нельзя с зонтом в доме. Ну и что? Люди придумали и сказали, что с зонтом нельзя в доме вот так вот делать видео или фотографироваться. Пойдет дождь? Это хорошо. Не пойдет? Тоже хорошо. Пока-пока, дорогие мои друзья. Люблю вас. Пишите мне комментарии. Смотрите мои видео. Подписывайтесь на мой канал. Субтитры надеются. Продолжение следует...